В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Вот некоторые темы выпуска. Каким был 2015-й? Правоохранители подвели итоги минувшего года. Трагедия в лифте. Как не попасть в опасную ловушку? Подвиг длиной в 900 дней. День полного освобождения Ленинграда отмечали на этой неделе. С экономики начинается все. Новый глава Рязани дал первое интервью журналистам. Новая трагедия в лифте. В Санкт-Петербурге подросток погиб, пытаясь выйти из застрявшей кабины лифта. Этот случай вновь привлек внимание к проблеме, как сделать подъемники безопасными. Правила эксплуатации лифтов, которые существовали ранее, отменены, новые не приняты. Что делать, если попал в металлическую ловушку, расскажет Анна Герцовская. Для того, чтобы получить достоверную информацию о состоянии и качестве обслуживания лифтов в городе, наша программа отправилась в организацию, под контролем которой находятся 2500 устройств. Всего в городе насчитывается 4000 лифтов. Появился фонд капитального ремонта. 6 рублей с квадратным метром. И вот в прошлом году цифра около 160 лифтов. Такой на моей памяти я не помню. Вот такого еще не было. И на этот год запланировал около 160 лифтов поменять. 160 лифтов поменять. Это очень хорошая цифра. Надеемся, конечно, что у нас этот процесс пойдет в таком темпе. И мы уже где-то к 2020 году придем к хорошему результату. Срок службы одного лифта составляет 25 лет. И в настоящее время в городе еще остаются те устройства, которые подлежат замене или капитальному ремонту. Поэтому рязанцы должны и сами следить за тем, насколько хорошо работают лифты в их домах. Понять, что лифт неисправен, можно и самостоятельно. Существует несколько признаков поломки. Например, если двери кабины или шахты лифта не закрываются. Или если уровень пола кабины отличается от уровня этажной площадки более чем на 3,5 сантиметра. Чтобы проверить этот лифт, я взяла вот с собой линейку. Давайте посмотрим. Но ее даже не приходится прикладывать. Как видите, здесь все ровно. Этот лифт исправен. Также стоит обратить внимание, если наблюдаются какие-то рывки в кабине, скрежет или несанкционированный уход кабины с этажа. Любое отклонение от нормальной работы лифта квалифицируется как потенциальная опасность. Существуют в городе и умные лифты. Если устройство просто отключилось и не желает работать, это означает, что оно предупреждает о возможной поломке. Прибор безопасности на сегодняшний день устроен таким образом. И если схема на грани того, что может что-то там произойти, естественно, лифт работать не должен. И он не работает. Это приказится нормальным его обслуживанием. Многие несчастные случаи, связанные с лифтами, происходят по вине самих жильцов. Поэтому необходимо соблюдать общепринятые правила. Обязательно заносить ребенка в кабину на руках. В этом случае есть возможность среагировать на внезапную поломку оборудования. Не перегружать лифт, не прыгать в нем. Дети до 12 лет не должны самостоятельно пользоваться лифтом. И главное, ни в коем случае не пытаться проникнуть в шахту лифта или покинуть устройство, которое застряло между этажами самостоятельно. Это правило жизнь придумало. Жизнь. Понимаете, в чем дело? Потому что у нас не было в пунктах правилах, пока у нас на лифте в Москве перевозили горючие какие-то вещества, воспламенилось вот этот материал, и люди заживо сгорели в кабине лифтов. Тут же, тут же, в правило появился новый пункт. Не перевозить легко воспламеняющие жидкости, материалы в лифте в кабине. Тут же появилось. Добавилось к тем, которые уже, значит, происходили несчастные случаи. И все же, если лифт оказался неисправным, и это привело к смерти людей, за это понесет наказание руководитель той организации, которая обеспечивает безопасность работы оборудования. В случае, если погиб человек, когда лифт неправильно функционировал, из-за того, что там не был заменен или не был ремонт лифта вовремя сделан, то наступает ответственность до шести лет лишения свободы. В случае, если погибло два человека или больше, то ответственность за выполнение вот этих услуг некачественных наступает до десяти лет лишения свободы. Сейчас наблюдается общая проблема, которую надо устранять. Это отсутствие утвержденного правительством порядка организации эксплуатации. В этом документе прописываются те процедуры, которые должны проводиться при проверке. Поэтому жизнь и здоровье граждан находятся в их руках. Рязанцы должны внимательнее отнестись к лифтам в своих домах. Если устройство, за обслуживание которого жильцы платят деньги, работает не так, как нужно, тогда рязанцам нужно обращаться в ту организацию, которая занимается обслуживанием лифта. Первая оттепель в наступившем году принесла в областной центр мокрый снег. На смену морозам идет аномальное для января потепление. Каприза природы – серьезный удар по метеозависимым людям. Перепады температуры отрицательно воздействуют на страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зоне риска и пациенты с больными суставами или старыми переломами. Как пережить температурные колебания, расскажет Марина Комиссарова. Январская погода неустанно радует жителей города зимней сказкой. После долгого ожидания горожане достали лыжи, коньки, с удовольствием отправились в лес, лепили снеговиков и наслаждались необыкновенным подарком природы. Но вот кому приходилось чаще обычного оставаться дома, так это метеочувствительные люди. Пока столбик термометра с неимоверной скоростью меняет положение от минус 20 до плюс 2, многие люди чувствуют недомогание. Мы решили спросить у специалиста, чем чреваты резкие перепады давления и температуры и как избежать пагубных последствий природных капризов. С целью профилактики, для того, чтобы легче перенести капризы природы, следует чаще бывать на свежем воздухе, достаточно спать, вести правильный образ жизни, соблюдать режим дня, регулярно, надробно питаться, не забывать о физических упражнениях, и тогда любые капризы погоды будут нам не страшны. Не всегда люди понимают, что ухудшение самочувствия связано именно с изменениями погоды. Не торопитесь хвататься за лекарства. Самолечение вряд ли поможет. К тому же погодная зависимость никак не подвержена влиянию медикаментов. Лучше обратитесь к своему врачу, который посоветует, как избежать ухудшения состояния. Метеочувствительными, оказывается, бывают не только люди, но и крыши некоторых рязанских домов. Мы предлагаем вашему вниманию следующее видео, которое сняли наши телезрители, и которые не потребовали комментариев журналиста. Здравствуйте. Сегодня 29 января 2016 года. За окном температура плюс 2. На улице тает снежок, а по адресу Зубковой, 35-й подъезд, идет дождик. Вот можно посмотреть, какая мокрая стена. Прямо видна вот ее граница. На окошке тоже можно наблюдать тряпочки, которые очень-очень мокрые. С 4 часов утра дождик идет. Можно чуть-чуть выжать. Вот видите, она очень мокрая. Дальше можно посмотреть, как чудесно капает копель в нашем прекрасном доме. Вот она капает, водичка течет. Вот тут опять же видно то, что здесь вот она мокрая. Уже тоже вот обои чуть-чуть отходят. Вот водичка накапает. Вот так вот красиво у нас в доме. Касимовское шоссе, 29, корпус 2. Квартира 79. С сентября месяца обращаемся в ЖЭО номер 21. Никаких прояснений, ничего. Вот что у нас происходит с крышей. Обратите внимание, плиты внутри все с водой. Просверлили дырку, получили пол-литра воды. Здесь вода вообще не уходит. Все больше и больше. В сегодняшних погодных условиях внимательно необходимо следить не только за своим здоровьем, но и за тем, что происходит у нас над головой. Ледяные красавицы, свисающие с козырьков крыш, так и ждут своего звездного часа. Тогда как коммунальные службы зачастую напротив предпочитают не лезть на крыши домов до первого прецедента. Ежегодная статистика жертв сосулек пополняется. Одной из зимних проблем города, помимо снегопада и гололеда, остаются сосульки, свисающие с крыш зданий. Появляются они из-за резких перепадов температуры. Сосульки, которые, так сказать, украшают крыши наших домов, небезопасны. Они могут повредить кровлю, автомобиль, стоящий внизу. Но самое страшное – это убить человека или нанести серьезную вечи. А таких случаев было уже немало. Примеров достаточно много. Дело доходило и до судебных разбирательств. Был причинен ущерб и здоровью граждан, и их имуществу. Для того, чтобы изменить кардинально данную ситуацию, нужно, понятное дело, не звонить, а указывать конкретно, на каких домах существует опасность падения таких глыб. А глыб порой бывает, как в одном случае, до 200 килограмм. Человеку чуть голову не снесло на Первомайском проспекте от удара. Мы, как потребители, платим за содержание жилья, отметил Олег Николаевич. А в содержание входит и удаление сосулек. И если в результате их падения причинен ущерб, то мы, как плательщики, имеем полное право предъявить в досудебном порядке требования той организации, которая принимает с нас деньги за содержание жилья. Если сосульки так и не удалили, можно смело обращаться в суд. Напомним нашим телезрителям, что при обращении по данной категории дел в суд вы освобождены от уплаты государственной пошлины, поскольку вы являетесь потребителем коммунальных услуг и ваши правоотношения с обслуживающей ваш дом организации или СТСЖ подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Поэтому для того, чтобы решить проблему падения сосулек, нужно не молчать, а писать коллективные жалобы. В этом году было уже немало обращений и в префектурой области. Очистка крови или козырьков, жилых домов, зданий, сооружений должна осуществляться своевременно, по мере возникновения угрозы пешеходам. Если нарушения выявляются на территории, не относящейся к жилищному фонду, то сотрудниками префектуры в отношении нарушителя составляется протокол и направляется в административную комиссию. Штрафы на физических лиц составляют от 500 до 5000 рублей, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей от 3 до 30 тысяч рублей, и на юридических лиц от 10 до 200 тысяч рублей. Но, увы, даже штрафы пугают не всех, и сосульки так и остаются на домах, подвергая опасности жизнь прохожих. Ну что еще сказать? Ну вы сами видите, непорядок. Но здесь еще пешеходный проход нету. А где пешеходный проход, там плохо совсем. Какие еще пожелания? Надо сбивать их. Ну я бы сказала, чтобы они это все убирали. Это их забота, чтобы людей как можно меньше погибало. Они убирают, но они же все крыши перепортили. Наши чиновники не думают. Сегодня сделали, а завтра они уже все испортят. Но здесь надо нанимать эту, как их называют, вышку. Вышку нанимать. Но наши 21-й, что ли, это же вот здесь, не убирает. Ну надо им тоже, чтобы они видели. Опасно очень. Кстати, в интернете есть сайт «Исправим вместе», благодаря которому можно отправить сообщение в администрацию города. Мы продолжаем выпуск. 28 января в Рязанской городской думе состоялось избрание главы муниципального образования. Напомним, прежний глава Рязани Андрей Кашаев ушел по собственному желанию, сохранив за собой полномочия депутата. Свою решение он объяснил с желанием заниматься научной работой. Это намерение он будет реализовывать в должности руководителя Рязанского института развития образования. Оксана Тебенихина подробнее. Первый вопрос в повестке дня на очередном заседании гордумы был посвящен избранию главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы. Представители трех фракций Единой России, КПРФ и ЛДПР выдвинули свои кандидатуры на эту должность. Таким образом, в бюллетенях числилось три имени. От партии Единой России Владислав Фролов, от КПРФ Петр Полинок, от ЛДПР Антон Князев. Для проведения тайного голосования депутатами была назначена счетная комиссия, в состав которой, как водится, входили представители всех фракций. Число голосов уходов за каждого кандидата и против всех кандидатов. Князь Француз Анатольевич, 2, Полинок, от ЛДПР, 24, Владислав Фролов, Владислав Викторович, 32. Таким образом, на должность главы муниципального образования и председателя Рязанской городской думы был избран Владислав Фролов. Новоизбранному главе города вручили должностной знак в виде золотой цепи, после чего он произнес клятву и официально вступил в должность. Владислав Фролов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. В нашей городской думе сегодня очень сильный состав. И нам по силам решить все наболевшие хозяйственные и социальные вопросы города. Огромное вам спасибо. И я буду работать на благо Рязани и рязанцев. Спасибо. По окончании заседания Владислав Фролов впервые выступил перед представителями рязанских СМИ в качестве главы города. Он озвучил первоочередные задачи и планы. Рассказал, с чего начнет, приступив к должностным обязанностям. Уже обсудили с коллегами основные вопросы, касающиеся экономического состояния, бюджета города. И, на мой взгляд, с экономики начинается все. И вот на этот аспект нашей работы мы в первую очередь направим свое внимание. Сейчас, конечно, не без внимания для остальных вопросов. Владислав Фролов родился в 1978 году в Рязани. В 2000 году окончил Рязанский государственный педагогический университет имени Есенина по специальности физической культуры и спорт. Квалификация преподаватель физкультуры и спорта. В 2009 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности финансы и кредит. Квалификация экономиста. Свою судьбу Фролов связал со спортивной специализацией. В 2005 году работал директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпийц». С 2005 года по настоящее время является директором детско-юношеской спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский». Теперь Фролову предстоит покинуть посты директора спорткомплекса и председателя комитета по собственности и сосредоточить все внимание на обязанностях главы города. Владислав Фролов пообещал работать на благо Рязани и рязанцев и руководствоваться исключительно демократическими принципами. Противостояние коррупции, невзирая на лица и должности, защита прав и свобод граждан, а также представители малого и среднего бизнеса и, конечно же, борьба с преступностью. На этой неделе ведомства и управление подводили итоги своей деятельности за минувший год. Подвести итоги прошедшего года и обозначить приоритетные задачи на год текущий. Представители региональных ведомств МВД, Следственного комитета и прокуратуры на этой неделе провели итоговые коллегии. У управления МВД в рамках расширенного заседания коллегии рассказали, что в целом состояние преступности в регионе можно характеризовать как стабильное. Снизилось количество зарегистрированных преступлений, сократилось количество посягательств против личности, а раскрываемость таких преступлений составила более 90%. Почти на четверть меньше зарегистрированы факты в причинении тяжкого вреда здоровью. В следственном управлении также прошло расширенное заседание коллегии под председательством руководителей ведомства Владимира Махлейта. Анализ итогов за 2015 год свидетельствует о том, что работа Следственного управления по основным направлениям деятельности была результативной. Основные усилия традиционно направлены на повышение эффективности работы по борьбе с преступностью, противодействию коррупции, улучшению качества следствия. Одним из приоритетных направлений работы Следственного управления было и остается обеспечение качественного расследования уголовных дел. В результате принимаемых мер в остекшем году в целом удалось обеспечить надлежащие качества предварительного следствия, о чем свидетельствует отсутствие оправдательных приговоров по уголовным делам, расследуемым следователями Следственного управления. В течение трех лет было закуплено современное оборудование для проведения гистологических исследований. Это был своеобразный прорыв в нашей практике. Теперь причина смерти, когда она не очевидна, определяется в считанные дни, а если нужно, то в течение 15 минут. А это значит, что мы можем работать целенаправленно практически сразу после совершения преступления, и это дает результат. На коллегии в областной прокуратуре также присутствовали представители регионального министерства внутренних дел. На совместном заседании были обсуждены проблемные вопросы и подведены итоги работы. Более 260 должностных лиц предприятий-должников по инициативе прокурора было привлечено в дисциплинарную и административную ответственность. В том числе один руководитель дисквалифицирован. Борьба с коррупцией, невзирая на лица и должности, защита прав и свобод граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса – таковы основные задачи прокурорского корпуса. Заседавшие отметили, именно от эффективности работы правоохранительной системы напрямую зависит стабильное и уверенное развитие региона. Усилить защиту прав предпринимателей и снизить на них давление, поддержать производство малого и среднего бизнеса – такие поручения для прокуратуры Рязанской области дал губернатор Олег Ковалев. Кроме того, не менее важной задачей в деятельности прокуратуры является работа по снижению задолженностей по заработной плате в регионе. За прошлый год в результате принятых мер прокурорского надзора в регионе была выплачена задержанная сотрудникам различных предприятий и организаций зарплата в сумме, превышающей 95,5 миллионов рублей. 27 января страна отмечала день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наш город одним из первых начал принимать на лечение эвакуированных ленинградцев, а в настоящее время на территории региона проживает 199 его жителей и защитников. Рязанцы почтили память павших во время блокады Ленинграда. В день 72-й годовщины ее снятия, 27 января, возложить цветы к Скорбящинскому мемориалу пришли ветераны-блокадники и их родственники, школьники, представители региональной и городской власти, общественных организаций. Начавшись с минуты молчания, церемония прошла немногословно. Под звуки оркестра курсанты первыми возложили к памятнику корзину с цветами и венок от регионального правительства. Вслед за ними цветы оставили вице-губернатор Сергей Филимонов и председатель Совета Рязанской областной общественной организации и жителей блокадного Ленинграда Геннадий Соколов. Завершили церемонию возложения школьники и ветераны. Они оставили печенье, хлеб и конфеты. Вообще сегодня в Рязани в течение всего дня проходили памятные мероприятия, но бесспорно наиболее ярким из них стала акция под названием «Блокадный хлеб». Ее цель – почтить память тех, кто погиб во время блокады Ленинграда. Мы такого, что даже, конечно, не ожидали. Думали, ну, придет праздник. С праздником вас! 20. С днем воинской славы! А вот пришли целую очередь даже стоять. 125-граммовые кусочки хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, волонтеры раздавали всем рязанцам, желающим попробовать на вкус блокадные 125 граммов. Таковых оказалось немало. К стойке выстроилась настоящая очередь. Только вот рязанцы сегодня разговорчивостью не отличались. Настроение было, с позволения сказать, смешанным. Для молодежи, они даже историю-то не знают. Они сейчас все на кнопочки нажимают, уши заткнули. Чего? Какая библиотека? Чтобы вот, которые на Украине, вот эту историю нашу переписли. Чтобы все это было правдой, чтобы все это знали люди. Я так думаю. Ребята, чьими силами была организована акция, читали стихи о блокадных днях, зачитывали строки из дневника Тани Савичевой. Особую атмосферу, помимо непередаваемого аромата свежеиспеченного хлеба, создавали вот эти ребята. В настоящих тулупах, в настоящей форме и с настоящим оружием военного времени. И как только мы забудем, так и, наверное, и России не будет. Поэтому день значимый, интересный, важный. И, естественно, мы при подготовке подошли с полной ответственностью. Соответственно, у нас ребята и в форме того времени, в одежде, в касках, оружие той эпохи. То есть полностью ответственно ребята, наши поисковики, реконструкторы подошли к организации, проведению данного мероприятия. Потому что для нас это реально важно. Организаторами акции выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общественная организация «Российский союз молодежи» и Рязанская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» при поддержке Министерства молодежной политики. Как заявили участники, организаторы акции планируется, что теперь она станет доброй традицией. Чтобы потомки помнили, чтобы знали вкус блокадных 125 граммов только так, по-мирному. А 25 января в стране отмечали сразу два праздника – День студента и Татьянин день. Как правило, оба этих события принято объединять. Вот руководство Рязанского медуниверситета в этом году приняло решение устроить гуляния для учащихся в УЗА. Приняли участие в празднике студентов и спасателей из регионального управления МЧС. Марина Комиссарова расскажет обо всем более подробно. Термометр показывает минус 22, но это вовсе не пугает студентов Медицинского университета, у которых сегодня самый главный праздник. Два столетия назад, после подписания в 1755 году императрицы Елизаветы Петровной указа об учреждении Московского университета, День почитания православной святой Татьяны Римской стал праздноваться с начала как день рождения университета. С 2005 года 25 января официально считают днем российского студенчества. В Рязанском медуниверситете за эти годы сложилась своя особенная традиция празднования. Мы каждый год стараемся придумать что-то новое. Самое главное, остается традиционная идея, остается задор студенческий, остается действительно желание отметить, чествовать этот праздник, День святой Татьяны, День покровения всех студентов. В этом году мы начали с лыжней Рязгаму, это первая лыжня, надеюсь, что она станет традиционной. Ну а сейчас на нашей территории вот уже традиционный праздник, но в новом формате мы пригласили коллег из главного управления МЧС. И, наверное, праздник получится и полезным еще, и увлекательным, и красивым. Потому что ребятам интересно посмотреть и технику, посмотреть и иметь возможность надеть костюм спасательный. Я думаю, что это будут новые эмоции, новые идеи, и такой мороз никого не испугает. В таком формате совместно с МЧС России по Рязанской области праздник проводится впервые. Но наверняка это станет началом долгосрочного сотрудничества ведомства и вуза. Впервые совместно с ректором этого университета, который нас поддержал, мы проводим профилактические мероприятия. В первую очередь по вопросам пожарной безопасности, но и в целом профилактику жизнеобеспечения нашего населения. В первую очередь учим этому студенчеству. На базе данного университета создан молодежный корпус спасателей. Создана добровольная пожарная охрана, поэтому мы всегда на них опираемся и в других условиях, когда нам нужна помощь, в первую очередь по профилактике населения, недопущению пожара в чрезвычайных ситуациях, ну а также по седневной деятельности. В целом этот один из лучших у нас университетов, лидирующий по нашим вопросам. Поэтому мы решили оказать им взаимодействие, помощь и надеяться, что в следующем году мы еще и улучшим эту работу и увеличим объем студентов, который будет охвачен в этом празднике. Подвижные конкурсы, танцы, переодевание в спасательные костюмы и, конечно, традиционные угощения. Мерзнуть в этот день студентам не пришлось. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok